И вот мы приехали сюда, в этот медицинский центр ИКОН, чтобы вам показать, какое здесь лучшее отношение к вашим старшим товарищам. Потому что другого варианта и нет. Либо вы ищете человека, либо вы привезете человека сюда. Сумма абсолютно небольшая и реально каждый человек может это сделать. Особенно, когда вы, допустим, куда-то уезжаете. Или, допустим, съедете за рубеж. Отвезите своих старших товарищей сюда. И здесь вам покажут, что здесь не только обслуживают, здесь еще и очень хорошо работают с ними. Потому что другого варианта нет. Человек не может гордом и не ночью сидеть. А здесь такого не получается. Вот такое отношение в медицинском центре ИКОН. Потому что он создан с любовью. С любовью к вашим ближним и лучшим, и ненаглядным. За детем мы прыгаем первые два года. А вот потом. Но ИКОН помогает вам в этом. Уехали. Бывает такое. Отдали сюда родственника. И лучший вариант. Он будет обласкан теплом и заботой. И не только в те ваши два часа, которые вы сможете к нему приехать. Вот так здесь все делается. Кто не может спуститься, такое тоже бывает. Его кормят прямо в номерах. А номера, кстати, все в евро. В евроремонте. И душ есть, и туалет, и телевизор. И есть все, что просто необходимо и больному, и обыкновенному человеку. Ибо это и есть медицинский центр РИКОН. Как вам еда? Нравится здесь? Ну, как же не нравится. Очень даже. Вкусно? Вкусно? Очень вкусно. А здесь очень вкусно. Борис хорошенький, тепленький, вкусный. Здесь меня нравится, как они работают и чисто, и как они вижливо с нами обращаются. Они даже своими словами лечат. Они с нами, бабулечки только обращаются. Словами даже лечат они нас. Потом вот уколы делают, капельницы ставят. Вот у меня тоже зрения нет. Они таблицу поднесут, водички ставят, бабулочка, пей, пей. Ну, насчет вот продуктов питания вкусные, горяченькие, разнообразные. Первый, второй хлебушка. И вот фрукты есть, пожалуйста. Кушайте на здоровье. Я всем благодарна, всем коллективам. Чисто, аккуратно. И все работникам спасибо. Я благодарна. Причем, вы знаете, одна тема, когда человек прикован к постели, другой вариант. Человек может спокойно ходить. Но поверьте, дожив до несколько другого уровня жизни, потеряв по уровню всех друзей, потому что больше 80 лет таких уж, наверное, практически не осталось, а основная часть мужиков уходит на 30 лет раньше. И не надо, и не нужно ему оставаться в одиночестве. Потому что здесь можно и поболтать, и послушать телевизор, покушать, поставить и получить все необходимые процедуры. Вот это и есть рекон. Наверное, сюда и надо идти. Здесь спокойствие и тишина. И да вот давайте определимся, что я никого не обидаю. По одной простой причине, потому что здесь всегда еды в большем количестве, чем количество людей, которые здесь находятся. По одной простой причине. Я этот фильм начал снимать, и при мне тоже человека сюда привели. Представляете, да? Ладно, если есть город, а если издалека привезли, он тоже кушать хочет. И он, конечно же, сразу же покушает. То есть мы о чем говорим? Не каждое место позволяет вам с таким образом и с таким качеством общаться с вашими старшими товарищами. А сюда вы можете с человеком привезти спокойно. Все будет абсолютно красиво и ровно. Мало того, здесь еще и обслуживание медицинское есть. Вот это очень хорошо. И я бы вам сказал, даже если вдруг внезапно вы куда-то отъезжаете, да, но хотелось бы, чтобы ваш человек получал изумительное обслуживание, другого варианта, как центр икон нет. Давайте попробуем. Очень хорошо. Просто очень хорошо. Реально очень хорошо. Второе блюдо. Тоже самое. Картошка, свекла. А, и котлеточка. Я считаю, и дай бог. Но бывает такая ситуация. Какое-то лучшее место, чем реку, я пока еще и не видел. И думаю, что такое место в городе появится. Вот так вот надо жить. Получать удовольствие. А что вы хотите? И даже не думайте, что я плохо питаюсь. Вот только после такой еды было все просто изумительно. Потому что люди такое и говорят. А по сути, все для нормального взрослого мужика. Все здесь есть. Можно покушать. Реально и вкусно. Вот так и надо делать. Таких мест в небольших городах по сути нет. Магнитка работает для всех. И для стариков, естественно. А вопрос, где решается это, легко. Вот вам телефон. Звоните и получайте другое качество в обслуживании. Тема-то другая, да? Сколько людей. Так вот, пока я снимал сюжет, люди пришли. Естественно, не один человек сюда приходит. То есть, вы не думаете, что вы просто человека отправили сюда и все. Нет, такого не существует. В любое время, утром, днем, вечером вы можете приехать сюда. Ну, такие вещи иногда случаются. Либо вы должны понять, что здесь все абсолютно грамотно и чисто. То есть, вы отдаете своего папу, маму, бабушку, дедушку, прадеда, естественно, или прабабушку. И вы даже не понимаете, что здесь работают изумительно. Изумительно и красиво. И самое забавное, что мне здесь очень сильно нравится, здесь абсолютная тишина. То есть, я еще бы не нашел в городе Тайлково место, где было бы настолько тихо и красиво. Хорошее место. Медицинский центр Икон.